всем привет с вами ира и канал готовим с любовью сегодня мы готовим простое и быстрое печенье без миксера это печенье удивит всю вашу семью печенье шоколадные трещинки и красный бархат невероятно нежные мягкие вкусные и ароматные смотрите видео и выпекайте вместе со мной для первого печенья шоколадные трещинки нам нужны будут следующие продукты 150 граммов муки 60 граммов какао 200 граммов сахарной пудры пол пакетика ванилина это 1 грамм 2 чайной ложки разрыхлителя щепотка соли 2 яйца и 60 граммов мягкого сливочного масла для обволакивания нам понадобится 80 граммов сахарной пудры это печенье готовится проще простого миксер нам не понадобится значит сначала смешиваем сухие ингредиенты значит муку высыпаем в миску мы добавляем сахарную пудру добавляем какао какао использую торговой марки мрия разрыхлитель соль и ванилин перемешиваем дальше добавляем 60 граммов мягкого сливочного масла и теперь по одному яйцу добавляем в тесто не вымешиваем руками сначала хорошо вмешиваем одно яйцо потом второе яйца беру среднего размера тесто получается липкая поэтому его накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник на полчаса теперь замешиваем печенье с трещинками красный бархат для него нам нужны будут следующие продукты 210 граммов муки 170 граммов сахарной пудры 15 граммов какао пол пакетика ванилина это 1 грамм щепотка соли 2 чайные ложки разрыхлителя 1 яйцо 40 миллилитров молока и 60 граммов мягкого сливочного масла также для окрашивания нам понадобится 1 чайная ложка гелевого красителя красного цвета для обволакивания нам понадобится 80 граммов сахарной пудры все как в первом случае сначала нам нужно смешать сухие ингредиенты берем миску и смешиваем муку сахарную пудру какао ванилин ванилин можно заменить ванильным сахаром но ванильный сахар и еле чувствуется выпечка вот ванилин и вкус чувствуется и в аромате перемешиваем теперь добавляем масло масло должно быть мягким добавляем яйцо яйцо берем среднего размера краситель я добавляю в самом конце сначала хорошо размешиваем разминаем и теперь понемногу добавляем молоко я не просеиваю сахарную пудру я ее раздавливаю уже в процессе замешивания теста краситель будем добавлять в самом конце и вмешивать его в тесто будем ложкой или лучше надеть перчатки кому как удобно теперь добавляем одну чайную ложку гелевого красителя красного цвета и вымешиваем так вот ложкой последние крупинки сахарной пудры разомнем у меня гелевый краситель торговой марки топ продукт клубничный цвет видите тесто липковатое ему обязательно нужно дать постоять в холодильнике иначе вы просто не сделаете шарики с этого теста тесто накрываем как в первом случае пищевой пленкой и ставим в холодильник на полчаса духовку включили разогреваться до 200 градусов а сами начинаем печенье формировать первое у нас будет шоколадные трещинки руки смочили в воде катаем шарики размером немножко больше чем грецкий орех и обволакиваем со всех сторон сахарной пудре и выкладываем у меня силиконовый коврик на пергаменте можно выпекать и выкладываем на расстояние так как печенье будет немножко растекаться такой принцип приготовления вы знаете меня подкупила это печенье вкусом во первых во вторых очень нежная мягкая многие не любят песочное печенье а это печенье как пряник в третьих она очень красивая и в четвертых готовится быстро без миксера минимум масла в нем ну в общем мне очень она нравится с этой порции получается 14 штук печенье ставим в разогретую духовку на 200 градусов на средний уровень режим выпекания вверх-вниз печенье выпекалось духовке 15 минут главное его не пересушить ну а теперь готовим печенье красный бархат значит берем тесто руки слегка смочили воде снова катаем шарик размером грецкий орех немножко больше и обволакиваем сахарной пудрой кстати мне достаточно 80 граммов сахарной пудры для обволакивания двух порций печенья духовочка у меня разогрета поэтому очень быстро скатываем шарики печенье красивое можно даже приготовить на праздничный стол на день рождения иногда я готовлю не только тортик но и печенье кто не использует красители можно добавить свекольный сок только совсем немного но конечно же такой насыщенный цвет как у меня у вас не получится обволакиваем я не просеиваю сахарную пудру если есть комочки вот просто так в руках раздавливаю все забыла вам сказать что печенье выкладываем на расстоянии друг от друга обязательно так как она увеличивается в объеме не обязательно делать крупное печенье можно делать и маленького размера она также у вас будет трескаться как и большое точно как в аптеке с этой порции также выходит 14 печенешек ставим их в разогретую духовку на 200 градусов на средний уровень режим выпекания вверх-вниз а вот и печенье красный бархат готова смотрите какое оно пышное и красивое аромат заполнил всю кухню печенье выпекалось 15 минут еще раз повторюсь не пересушивайте печенье печенье шоколадные трещинки и красный бархат готова получится абсолютно у всех выпекайте вместе со мной и радуйте свою семью только домашним печеньем она самое вкусное и конечно же красивое ну и долгожданная дегустация разлом печенье печенье уже остыла смотрите мягкое нежное а какой вкус печенье с ярко выраженным шоколадным вкусом просто тает во рту смотрите нежнейшие ну и не густация второго печенье красный бархат аналогично мягусенькая вы знаете вот структура печенье красный бархат еще мягче это печенье подойдет как для домашнего чаепития так и для праздничного сладкого стола всем удачной выпечки и хорошего настроения на целый день подписывайтесь на наш семейный канал дружная семья ссылка под видео подписывайтесь на наш кулинарный канал готовим с любовью с вами была ира до новых встреч пока пока